В Чубаксарах определился победитель Кубка мира по женской вольной борьбе. Финальные поединки прошли в эти выходные. За перипетиями схваток наблюдал мой коллега Дмитрий Ковалев. Сражаться за бронзу на этом ковре могли и россиянки. Но до выхода финальную часть не хватило считанных очков. По итогам турнира наши вольницы на пятом месте. В борьбу за призовой фонд вступили первыми американки и монголки. В американской сборной немало титулованных файтеров. Бороться за награды в Чубаксаре приехала и двукратная чемпионка мира Аделин Грей. Свои козыри и у монголок. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Саранзамбалдын Бацитсек завоевала 8 очков и обеспечила команде победу. Против восточного напора приемов не нашлось. Американки отправились домой с пустыми руками. Монгольская команда бронзовый призер. В борьбе за кубок мира каждый балл на вес золота. Исход стартовой схватки помогает решить система повторов. Китайскую спортсменку лишают очков. Вперед вырываются японки. Для 18-летней вольницы Юи Сусаки эта победа принципиальна. Именно в Чубаксарах она подтвердила статус лидера национальной команды. Это был напряженный поединок. В этот раз была настоящая борьба с сильнейшими соперницами. Я рада победе. В свой актив японская команда оформила и вторую победу. Эмоции бьют через край не только на трибунах, но и в тренерской зоне. Крепкими орешками оказались и китаянки. Им удалось сравнять счет, а в решающем поединке Киан Жоу уложила свою соперницу на лопатки. Исход финала при счете 4-4 решили технические баллы. Кубок мира завоевали японские файтеры. Трофей чемпионам вручил глава региона. Обладателем Кубка мира по женской борьбе Япония становится в девятый раз. Чемпионки признаются, что за время, проведенное в республике, они успели обзавестись друзьями и влюбиться в чувашские песни.